Возвращение украинских моряков и узников Кремля. А в России главное событие — открытие казахского павильона на ВДНХ в Москве. Поэтому наших ребят встречали семьи, друзья, близкие, простые, совершенно незнакомые соотечественники и лично президент. А Путин в это же время просто развлекал Нурсултана. Ну, того адекватного Нурсултана, который назвал в честь себя город. А еще аэропорт и орден, которым наградил Путина. А медальки надо отрабатывать. Псалом 38, песня 13, Евангелие от Казицына. Ну, а после поздравления Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном открытии павильона Казахстан. Ему, как обещали реставраторы, вернули изначальное предназначение. Теперь это витрина достижений Казахстана, в чем гости смогли убедиться еще на улице. Им продемонстрировали богатые урожаи этого года и угостили знаменитыми казахскими яблоками сорта апорт. Ну, подумаешь, обменяли и вернули в Россию каких-то там 35 человек. Да кому они срались вообще? Главное, чтобы этот безумный дед с манией величия вместо сосков не соскучился. Вот в этом между нами и разница. Наших пацанов встречают как героев. Мы знаем именно каждого из них, потому что каждый из них важен. А ваши вернулись как челноки с какими-то баулами. Надеюсь, что они вывезли в них Ньюзван. По частям. В московском аэропорту Внуково приземляется самолет специального отряда «Россия» с теми, кого с этой минуты уже официально не называют удерживаемыми лицами. Они свободны. Фамилии большинства освобожденных вряд ли что-то скажут широкой аудитории, но каждый из них наконец сможет вернуться домой и обнять близких. Посмотрите вот эти кадры и перестаньте наконец удивляться. Почему мы не хотим жить с вами в одной братской семье? Для нас освобождение украинцев – это национальный праздник. А для вас – геополитика. Все для того, чтобы вернуть главного подозреваемого в сбитии малазийского Боинга – Цемаха. Все, как вы и предсказывали. Действие и противодействие. Ну, конечно же. Потому что, если он начнет давать показания в Гаге, то Путину придется приделать усики и переименовать Алину в Еву. Надо было давно перебить весь офицерский состав, как это сделал Сталин. А Шойгу дать фельдмаршала и Бук с одним патроном. И последний кандон, как последний патрон, и мне вне спицы. Только мне кажется, что Цемах – единственный, кто не хотел этого обмена. Он же знает, что произошло с гейрушниками без GPS. С Ерофеевым и Александровым, которых добросердечные россияне обменяли на Савченко. Одного случайно зарезали дома, а другой очень удобно погиб в Сирии. Как говорится, увидеть Алеппо и умереть. Совпадение не думаю. Так что Цемах перед обменом все обои в суде порвал. Так цеплялся за украинскую хунту. Нет! Не отдавайте меня! Что вы делаете, фашисты? Не отпускайте меня, проклятые гестаповцы! Верните меня в клетку! Слава Украине! Путин хуйло! Хочу в голландскую тюрьму! Я кино смотрел. Извини, товарищ, но это был ультиматум России. Выдать тебя, иначе обмен бы не состоялся. И если это не прямое признание Кремля в сбитии Боинга, то я даже не знаю, как это объяснить. Гага, Гага, мама, трибуналу ждали Путина главана. Ну, разве что у Цемаха такой большой трунчик, что Путин не может прожить без него и дня. Прямо сейчас спускается по трапу. Первые кадры, посмотрите, это Кирилл Вышинский, который только что, спустя полтора года, наконец-то в России. Кирилл, Кирилл, дорогой, я тебя поздравляю. Как ты? Я очень хорошо себя чувствую. Ну, и вышинка на торте. Россия включила в список обмена обвиненного в измене родине Вышинского. И если это не прямое признание Кремля, что Вышинский российский агент, ноль-ноль, дырочка, то я даже не знаю, как это объяснить. Разве что Путину и Цемаху нужен опытный журналист, чтобы снимать из шкафа.